Кто служит в Легионе Свободы России и действительно ли они выполняют задания на фронте? Сейчас в бронемашине, канадской бронемашине, собранной в Украине, мы отправляемся к позиции в Донецкой области, где представители Легиона расскажут нам о том, что они делают, кому подчиняются, кто воюет в их рядах. Командный пункт Легионеров Свободы России расположен буквально за несколько километров от фронта. С целью безопасности мы не разглашаем место его нахождения. Легион состоит из двух батальонов. Точное количество бойцов также не разглашается. На передовых позициях контрбатарея с ювелирной точностью из миномета бьет по позициям российской армии. О существовании Легиона Свободы России стало известно в марте. Подразделение сражается в составе вооруженных сил Украины. За его плечами уже много выполненных боевых задач. Легион сражался под Харьковом, под Северодонецком, под Лесичанском, под Махнутом, на запорожском направлении. Поскольку мы представляем большую опасность для путинского режима, мы не находимся все в одном месте. Мы локализованы небольшими группами по всему фронту. Незадолго до полномасштабного военного вторжения России легионер с позывным «Тихий» приехал в Украину проведать родственников. Почти сразу решил взять оружие и идти защищать свою семью. Сперва хотел записаться в ряды теробороны, но ему отказали. Я пришел, мне сказали, ребята сейчас все на взводе, твой говор начнут напрягать, лучше не надо. «Тихий» решил не сдаваться и искать пути помочь Украине, так как за плечами у него военная подготовка. В Телеграм нашел канал, где узнал все о легионе и варианты, как туда попасть. Сегодня он передает свое мастерство минометчика новобранцам. «Самое главное, да, это быть хитрее врага. Хитрости мы берем, они идут напором, они берут количество, они думают, что у нас возьмут количество. А такое уже не качество. Это не 41-й, не 45-й летовая война». О легионе «Свобода России» ходит много слухов. Далеко не все верят, что российские граждане могут воевать на стороне Украины против РФ. Легионеры поясняют, они привыкли выполнять команды и боевые задачи и не задумываются над пиаром своего формирования. Сегодня впервые согласились открыто показать журналистам свою работу на фронте. «Те люди, которые говорят, а вот мы не слышали, но не слышали, потому что нет такой задачи бегать и кричать. Мы легион. То есть легион выполняет практические задачи. Он делает свою работу, которая определенного командования, а не бегает с флагами и кричит «Мы здесь будем воевать». Легион «Свобода России» – это многонациональное военное подразделение, где сегодня Украину защищают не только россияне, а и белорусы. «Мне кажется, за Украину сейчас весь цивилизованный мир. Вы знаете, люди даже из Кореи есть, из Австралии. Все, кому близка свобода, все те, кто понимают, что вот этот вот путинский монстр, если он бы победил на Украине, он бы не остановился». Боец с позывным «Цезарь» тоже гражданин России в Украине оказался после 24 февраля и говорит, что обратно вернется только с оружием для свержения путинского режима. «Я давний противник путинского режима, уже не один год. И нападение 24 февраля стало финальной точкой, когда мое терпение закончилось. Кремлевский режим не позволяет человеку реализовать себя в России. Люди живут в бесправии, в нищете. И при этом они не пытаются с этим бороться, они просто пытаются расширить границы своего концлагеря. Враги россиян, они не в Киеве. Враги россиян, они в Москве». Из Донецкой области Анастасия Волкова, Артём Воронин. Для телеканала Freedom.